Принципы государственной экономической политики, которую мы формировали годами, останутся неизменными. Как бы кто-то ни рыдал и ни стенал, что кому-то нужны перемены, перемены нужны, они идут и будут идти, потому что жизнь не останавливается. Но если кто-то хочет перемен, которые будут направлены на слом той политики, которая проводится, этого не будет. Вот будут выборы, будут альтернативные кандидаты, предложат слом старой системы и новые перемены, народ определится. Мы будем целенаправленно реализовывать те замыслы, которые есть, и перемены эти будут абсолютно спокойными, нереволюционными. В центре должны быть наши люди, их интересы, люди разные. Бывает, что люди требуют того, что делать государство не должно, но других людей у нас нет. Мы должны к этим людям прислушиваться. Поэтому какая бы сложная и насущная проблема не была сегодня поднята, необходима оценка того, как ее решить и как это повлияет на конкретного человека. Несколько вопросов. Во-первых, как я уже сказал, на столе находится проект указа о повышении эффективности государственных предприятий путем исключения в их деятельности недобросовестных форм последничества. На этот счет не раз давались поручения принимать меры, которые должны не только повысить конкурентоспособность реального сектора, но и обеспечить эффективное расходование средств. Я уже говорил не единожды, от 30 до 50 процентов в цене всегда посреднические услуги дожились до того, что производимые товары в Беларуси через посредников продают белорусским же предприятиям. Это что, нормально? Это ненормально. Кстати, чтобы не забыть, Игорь Петрович, Анталия Ивановна, надо нам вернуться, серьезно подойти и поставить, как один из важнейших вопросов, вопрос по импортозамещению. Еще раз на уровне президента вернуться к этому вопросу в плане контроля и посмотреть, как ответственные лица, которым я поручал, занимаются импортозамещением. За последние годы в республике много сделано для увеличения объемов жилищного строительства. В городах выросли целые кварталы, в сельских населенных пунктах строятся новые дома. Однако при этом до конца не решен вопрос стоимости строящегося жилья. У нас те предприниматели, частники, бизнесмены, которые занимаются стройкой, особенно строят жилье, они просто рвутся в эту сферу. Все они стали миллионерами, как минимум. Долларовыми миллионерами. Быстро, в возрасте от 25 до 40 лет, все, кто серьезно занимался этим строительством, спрашивается, откуда такая прития. Даже Америка не знала таких темпов. Спрашивается вопрос, откуда так быстро разбогатели эти люди. Ну, слава богу, что разбогатели, нет вопросов. Но только богатеть надо за свой счет, надо богатеть за свой труд, а не то, что, ссылаясь на какую-то рыночную экономику, разбогатели за счет тех, кто покупает это жилье. Это ненормально. И было поручение, при том оно уже на практике опробировано. По ценообразованию на строящееся жилье. Мы проверили завод эффективных строительных конструкций. 5% рентабельности. Работа и цены нормальные. Предприятие не рухнуло, не убыточное. А мне тут докладывают, что если мы этим путем пойдем, будут вымываться какие-то там средства финансовые, и предприятие в результате рухнут. Еще раз прошу. Все вы имеете жилье, и неплохое. Не забывайте, что есть еще нуждающиеся в жилье. И мы должны им помогать. И наша помощь, прежде всего, заключается в том, чтобы мы помогли им построить жилье по доступным ценам. Значит, предприятие может развиваться при 5% рентабельности строящегося жилья. Почему другие не могут? Не могут, тогда пусть ждут в очереди. Что останется, отдадим им. А те, кто хотят строить с 5% рентабельностью, ну, грубо говоря, с меньшими затратами, более низкими ценами, мы тем отдадим строить жилье. Мы не будем здесь отбирать частное, государственное. Вот цена. В нее надо вложиться. У нас небогатые люди, чтобы платить двойную цену за жилье. И помогать толстосумам набивать карманы. Поэтому хотел бы услышать аргументы за и против. Но я уже говорил, что жилье предлагать строить надо тем, кто сегодня имеет базу. Это ненормально, когда приходит человек с улицы, ни денег, ничего, ни знаний. Где-то он там кусок земли вымолил, выпросил. И начинает строить жилье. Что он сам это строит? У него люди для этого есть? Да нет, никого. Стол, табуретка. Пошел тот же трест строительный. Они ему построили это жилье. Он ничего не делая получил хорошие деньги. Поэтому надо давать строить жилье тем, кто имеет производственную базу. Строительным организациям. Отдельно стоит вопрос обращения с отходами товаров и упаковки. Нельзя допустить, чтобы нас постигла участь стран соседей, когда люди задыхаются от количества свалок, а почва на десятилетия отравлена химией. Состояние окружающей среды важнейшая задача. Здоровье наших граждан и следующих поколений белорусов не имеет цены. Оно бесценно. Но сегодня это не только вопрос экологического благополучия. Развитые страны, у которых, как и у нас, нет богатых запасов природных ископаемых, научились извлекать необходимые ресурсы фактически из мусора. Прошу доложить, как в разработанном проекте указа реализованы поручения по наведению порядка в этой сфере на основе лучших мировых практик и достижений. Еще один вопрос касается профессионального пенсионного страхования работников, которые трудятся в неблагоприятных условиях. Есть предложение о том, чтобы мы могли бы их поддержать, предоставив право получать досрочную пенсию. Прошу доложить, возможно ли принятие такого решения, есть ли для этого основания необходимые средства.